Во время каникул подростки могут не только отдохнуть, но и заработать. Центры занятости населения Чувашии формируют базу временных рабочих мест для несовершеннолетних. Предприятия пока неохотно идут на этот шаг, но те, кто не первый год трудоустраивает подростков, отмечают. Молодое поколение выручает их во время отпусков основных работников и на временных работах. Благоустройство и отделенение, курьерская служба, расклейка объявлений, участие в промо-акциях. Подросткам стар с 14 лет могут предложить эти и другие виды работ. Несмотря на каникулы, София Новоселова каждый день с 6 утра на ногах. В этом году девочка впервые устроилась на работу. Теперь она дворник стоматологической поликлиники Новочебоксарска. Здесь же работает ее мама. Телефон хочется, надо работать. У каждого своя работа, она свою работу делает, я свою работу делаю. Единственное, пересекаемся, чтобы чай попить. Конечно, Надежда лукавит. В первый день она глаз не спускала со своего ребенка. Все ли правильно делает, чисто ли убирается. Но София быстро приноровилась и считает, что работа несложная. И хотела бы здесь остаться до конца каникул. А вот на отношениях к жизни первая профессия уже повлияла. Раньше мне не нравилась эта профессия. Но потом, когда я сама начала работать, я поняла, что у других людей даже сложнее, чем у меня, работа. И я помогаю им. Например, когда вижу большой мусор, и никто просто, все проходят мимо, я беру этот мусор и выкидываю. Работать дворником не зазорно, говорит подросток. Друзья даже завидуют ей. Они тоже хотели бы иметь карманные деньги, тем более заработанные собственным трудом. В летний период у них для нас это значимая помощь, большая помощь. Отпускной период начинается у работников. Сегодня в базе центра занятости Новочебоксарска около 200 резюме от несовершеннолетних, готовых работать в свободное время. Конечно, главная цель не только дать возможность заработать, но и познакомить с разными профессиями и с правилами трудоустройства. Когда родители к нам обращаются с просьбой содействовать трудоустройству, мы рекомендуем обращаться и к своему работодателю. Несовершеннолетний знакомится с предприятием, получает основы профессии. Когда он вместе с родителем, это, наверное, делать проще. У него уже есть наставник, который может ему показать, научить. И в перспективе мы надеемся, что несовершеннолетний выберет для себя эту профессию, получит соответствующую квалификацию в наших техникумах региональных и придет на работу на это предприятие. Но прежде чем отправить на работу, в центре занятости предложат пройти профориентационное тестирование, чтобы определить, какие навыки у подростка уже есть и каким сферам деятельности он предрасположен. Исходя из результатов тестирования, вам наиболее подходящие профессии – это все-таки программисты, бухгалтера, экономисты. Но не рядовым сотрудникам, а все-таки там, где у вас будет взаимодействие с людьми. Кстати, кроме зарплаты, несовершеннолетние еще получают материальную поддержку от центра занятости в размере 2250 рублей за каждый месяц работы. Надежда Яковлева, Павел Еритков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова